Благословен Господь, дарующий Тору. Эта история, которую мы прочитали, она очень интересная. Я очень надеюсь, что вы также читали ее дома. Яков возвращается домой, в землю Израиля. Есть у него несколько вещей, которые внушают ему страх. И первая вещь — это Исаф, его брат. После мы видим из рассказа, что он воюет с кем-то, борется с кем-то. И он понимает, что это Ангел Божий. Я хочу прочитать именно эти стихи, о которых я хочу говорить. С 22 стиха. И сказал Иакову, «Отпусти меня, уже заря. Не отпущу, пока не благословишь меня», — ответил Иаков. «Как твое имя?» — спросил тот. Он ответил, «Иаков». И тогда тот сказал, «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем». Вот очень короткий диалог. И мы видим здесь очень-очень странную вещь. Яков понимает, что он борется с Ангелом. И он просит благословения. И вдруг мы видим здесь очень странную вещь. Посмотрите на эти стихи. Что вам бросается в глаза? Что вам кажется странным? Что вы думаете? Что кажется странным в этих словах? Бог спрашивает его... Ангел спрашивает его имя, как будто он не знает. И вот об этом он, Дима, хочет говорить. Если это Ангел, Ангел Божий, И написано, что Ангелы, они делают только служение. Они созданы и посланы для каждой для специального служения. Он знает точно, для чего он приходит и к кому он приходит. Так почему же он спрашивает, как твое имя? Ведь он точно знает. И это именно то, что Бог хочет открыть и научить не только Якова, но и нас с вами. Бог часто спрашивает такие вопросы, которые касаются глубины нашего сердца. Иногда вопрос Божий может вернуть тебя настолько далеко к каким-то делам не очень хорошим, которые ты сделал в прошлом. И когда Яков слышит этот вопрос, как твое имя, он сразу же вспомнил о чем-то другом. В голосе Ангела он слышит голос своего отца. Точно так же, как Ангел спрашивает, кто ты, как твое имя? Точно тот же вопрос он слышал от своего отца. Потому что его отец однажды спросил у него, кто ты, как твое имя, сын мой. Помните эту историю, когда Яков пришел получить благословение обманным путем? Его отец спросил, кто ты, сын мой? И вот тогда Яков соврал, он сказал, я Исав, твой сын. И когда я представляю вот все это событие, я начинаю действительно чувствовать то, что Яков чувствовал. И я уверен, что каждый из нас может почувствовать такое. И я скажу, что именно. Написано о Якове, что он не хотел этого делать. Он очень боялся, и даже сказал своей матери, как я могу обмануть своего отца. Я получу только проклятие вместо благословения. Это не было в его природе делать и сказать то, что он сделал. И вот он стоит перед своим отцом и слышит такой вопрос, кто ты? И у него внутри происходит война. С одной стороны, он должен сказать то, что он не хочет, но он должен сказать. Он должен в этот момент обмануть своего отца. И я начинаю чувствовать то, что он чувствует. Эту внутреннюю войну. И я уверен, что у каждого из нас однажды мы переживали такой момент. Особенно, если ты человек с хорошими чертами характера. Если ты никогда не врал, никогда не делал ничего плохого. И вдруг ты попадаешь в ситуацию, что тебе кажется, что ты должен соврать. И ты начинаешь чувствовать вот этот стыд внутри. Ты чувствуешь эту борьбу внутреннюю, что ты хочешь и не хочешь. И ты начинаешь говорить то, что ты не должен был говорить. Кто-то чувствовал такой стыд внутри себя? Я чувствовал такое. И иногда это сразу отображается и на лице. Не у всех, но многие из нас вдруг покраснеют. Яков, он стоял в этот момент и чувствовал вот эти чувства. Отец его не видел ничего. И он знал, что он делает что-то нехорошее. Он чувствовал весь стыд внутри. И вот во второй раз, когда Отец говорит ему, голос Якова, а руки, руки Исава. Это так же, как вопрос Якову. Но он молчит. Нет у него силы, нет у него твердости ответить что-то. Потому что внутренний стыд настолько велик. У него нету больше никаких слов. И вот Бог спрашивает через Ангела своего тот же вопрос, кто ты? Опять он возвращает его к началу, откуда вся эта цепочка началась, изгнание. И в мгновение Яков вспоминает все, что он прожил до этого момента. Все плохие и не совсем правильные вещи, которые он делал в своей жизни. Потому что в тот же момент, как будто земля отвергает его, и он уходит в изгнание. Потому что написано, каждый раз, когда человек делает грешит, он как бы отвергает со землей. Так же, как Адам был отвергнут от лица Божия и из Эдемского осада. Так же, Каин, когда он совершил убийство, Бог отверг его, изгнал в другое место. Грех приводит к изгнанию. Ты сразу же теряешь связь с Богом и теряешь видимость его лица, присутствие его. Но вот здесь мы видим историю, когда Яков хочет вернуться назад. Мы видим, что он хочет получить благословение. Он хочет обновить свои отношения с Богом. Мы, каждый из нас, желаем обновить свои отношения с Богом. Мы много раз просим у Бога благословения. Возможно, даже каждый день, не замечая этого. Но вот вопрос, кто ты? Это не только, как тебя зовут. Очень приятно, меня Дима зовут. Это не тот вопрос. Какой путь, которым ты идешь? Что ты делал в своей жизни? Потому что, если ты хочешь получить благословение, ты должен меняться. Если ты хочешь соединиться с Богом, ты должен менять свой характер, менять свои дела, свои поступки. Обновление в жизни. И для начала всего этого, чтобы что-то начать, ты должен признаться в своих делах. И чаще всего это то, что самое сложное. Признаться, кто ты на самом деле. И вот сейчас Яков отвечает, я Яков. Я понимаю, кто я, я понимаю, что я сделал. Я понимаю, я осознаю, как я жил до этого момента. Я Яков. И когда приходит эта правда, когда человек осознает и понимает, кто он на самом деле. Только тогда Бог может начать что-то менять в его жизни. И вот мы видим, что ангел говорит, ты не будешь больше Яков. Ты не будешь больше жить теми кривыми и неправильными вещами, которые ты делал до сего дня. Но ты будешь Израиль. Ты будешь прямым. Ты изменишься. И есть путь это сделать. И этот путь, он длинный путь. Но начало это осознание, признаться. Эти слова были также во время Якова. Эти слова были также во время Пророков. И то же требование было тогда же, когда Иешуа приходил. Когда Иоанн, Креститель, пришел и хотел крестить людей. И многие люди приходили к Нему и говорили, что мы хотим измениться, мы хотим очиститься. Он спрашивал у них те же самые слова. И многие из вас помните этот стих, и даже на память. Но, возможно, только первую часть этого стиха. Потому что он говорил, я голос вопиющей пустыне. Приготовьте дорогу Господу, путь прямой проложите для Него. Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся. И скривленное станет прямым, гладким. Яков и Израиль. Кривой и прямой. Он говорит, ты хочешь измениться, ты хочешь приблизиться к Богу. Он то, что спрашивал у людей. Вы хотите сейчас креститься? Кривое должно быть исправлено. Гордае высокое должно понизиться. Гордость наша. И это урок сегодняшний. Если ты хочешь получить благословение от Бога, и обновить свои отношения с Ним, вопрос к тебе, кто ты? Какой твой путь? Готов ли ты меняться? Хочешь ли ты быть прямым? Давайте мы все вместе встанем и помолимся. Господь наш Небесный. Я благодарю тебя за то, что ты учишь нас из своего слова. Потому что твое слово, оно всегда, всегда актуальное. Есть люди, которые думают, что Танах — это уже что-то старое, устаревшее. Но это нет. Это живое и настоящее. Мы просим у тебя, Отец, дай нам силу и крепость действительно признаваться и видеть, кто мы. Признаваться самим себе, как мы живем и где мы находимся. Потому что тот же вопрос ты спрашиваешь снова и снова. Как ты начал с Адама, который согрешил, и спросил ты у него, где ты, Адам? Тот же вопрос, где ты? Кто ты? Дай нам сил обновляться. Дай нам силы исправлять свои пути. Желание исправить, изменяться. И ты изменишь нас. Мы благодарим тебя. Во имя Ишуа. Аминь. Мы вернем сейчас книгу Торы. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok